Дамба Это инженерное сооружение, включающая, будет 8,5 километров. Из них 1,5 километра, даже 1,7 километра от той части, где сейчас закончился второй этап, и дальше, это мимо Речников, по Затону, это пройдет береговое укрепление. А дальше пойдет уже, ну выход из Затона останется, дальше пойдет насыпь, так называемая дамба, порядка 6 километров. Сегодня есть, правильно вы говорите, некое непонимание, значит, как будет вести себя это сооружение. Ну, первый вопрос, значит, защитит, но не всех, потому что оно выйдет туда в сторону пивзавода, в сторону кладбища старого туда, она в ту сторону выйдет, выйдет на ту гору, закроет. Второе, понимаем, почему не всех мы защищаем, значит, а какую-то часть, потому что там еще остается несколько населенных пунктов с проживанием, без проживания, но не остаются. И поэтому не все понимают. Это просто как оно пролегает. А теперь, как оно будет эксплуатироваться. Да, есть вариант такой, ну, примитивный. Если вода зашла за дамбу, то получается то же озеро, как у нас есть земляной мост, значит, эти два озера. Вот мы перекачиваем одно в другое, значит, как вы видели в этом году. То же самое там может быть. Поэтому дано поручение, Андрей Николаевич, сегодня, чтобы до конца месяца район, город, все общественные организации, люди, которые живут и жили в зоне подтопления, они испокон веков там находятся, что надо делать, дали свои предложения. И мы должны не позже, 1 июня, дать предложение, как мы видим контуры этого сооружения, уже насыпного. После этого доработается документация. Мы в августе получаем рабочую документацию, должны, с экспертизы. И тогда нам дают деньги на строительство этого сооружения. Поэтому будут проведены общественные слушания.